Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру на карте свопа Агра. Итак, друзья, что же у нас происходит на нашей ферме? Во-первых, наше единственное на данный момент поле, на нем вырос лен. Лен сегодня пойдет на продажу, тут, соответственно, убирается все это дело. Ездит зеленый джоник с комбайном, они убирают, они молодцы, у них все будет хорошо. Плюс на этом же поле работает наша вальтра, она собирает солому, которую мы тоже сегодня будем продавать. Тут, в общем-то, отлаженная система, вроде как все должно работать. На нашей лужайке косится травка, косится травка и тюкуется, соответственно, эти тюки мы тоже будем продавать. Там уже ездит Джесси Бишка, она эти самые тюки собирает и отвозит на продажу. В общем-то, эта схема вроде как тоже рабочая, он стоит ждет, не приближается к нему. Я там поставил, чтобы они на 100 метров держались друг от друга, потому что Джесси Бишка быстрее катается. В общем-то, он ездит, все это дело собирает и потом отвозит на продажу. Должно работать, теоретически. По крайней мере, уже работало и я миллион контрактов уже сделал таким способом. Также, друзья, у нас прошел стрим. На стриме мы полностью забили весь вот этот завод лавандового масла, завод эфирных масел. Лаванды сюда завезли только сколько было, все остальное забили под завязку. За двое игровых суток это все опустошилось на 10%, то есть нормально так. До конца сезона должно хватить, да? Хотя, если по два дня мотать будем, то не хватит. Да, если что, я между сериями по два дня мотаю, для того, чтобы производство успевали что-то сделать. За эти два дня, кстати, лавандового масла получилось довольно много. Но то, что я вам говорил, что это дохрена бабла, я вас обманул. На самом деле, это в 17 ферме было дохрена бабла и, может быть, в старых версиях карты было дохрена бабла и это все дело пофиксили. Я промотал, да? На сегодняшний день максимальная цена вон 7 тысяч, раньше было 17. В принципе, 7 тысяч тоже немного, по сути дела здесь лежит уже 700 тысяч у нас. Если нам очень сильно понадобится, мы можем это все без проблем продать. Но, по моим подсчетам, нам должно хватить сегодня денег на все покупки. А если не хватит, то вон, есть что продавать. И 7 утра стукнуло, у нас тут свет погасили. Как по расписанию действует. Так что, по сути дела, это все изменения, которые есть и какие у нас сегодня планы. А в плане, друзья, у меня сегодня купить вот эти вот три поля. 31, 32, 33. Вот эти вот три замечательных поля. В сумме они приблизительно стоят 4,5 миллиона. У нас на данный момент есть 1,8 миллиона. Я еще упоролся в контрактике немножко. Тоже тетюки сраные возил. Они у меня в печенках уже сидят. И все равно сегодня я их вот продаю, потому что нужно бабло. И, в общем-то, мы должны будем сегодня насобирать 4,5 миллиона. Но есть, друзья, одна замечательная штука. Как я говорил в прошлой серии, у нас сегодня уже должны созреть наши лошадки. И знаете что? Они созрели. Соответственно, мы их сейчас продадим и купим сюда новых. И, соответственно, заработаем еще 2 миллиона с копейками. Вуаля! У нас есть уже 4 лямчика. Друзья, это прекрасно. На самом деле, можно уже даже начинать покупать поле. Начинать покупать поля. Кстати, вот на 31-м у нас растет травка. Ее тоже можно собрать, затюковать. И тоже продать эти тюки. И будет до хрена бабла. Это же круто. Мы же любим, когда до хрена бабла, да? Давайте, наверное, мы этим и займемся. Возьмем сначала 31-е. Покупаем. Да. И у нас хватает денег еще и на 32-е. А на 33-е денег уже не хватает. Еще 500 тысяч надо. Ну, 400 с копейками. Я сегодня, друзья, этими полями уже заниматься не буду. Может быть. Хотя, не знаю. Вот, кстати, тюки продают. Смотрите, сколько денежков нам сразу капает. Это ли не прекрасно? Вай, как хорошо. Ну, кстати, может и на тюках вай. Тогда мы не будем лен продавать и солому льняную. Хотя, скорее всего, будем. Потому что деньги нам на самом деле-то нужны. В следующей серии опять у нас большая покупка будет. От этого никуда не деться. Так вот, вот 32-е и 33-е поля. Они у нас убран урожай здесь. Их, в общем-то, нужно готовить к посеву. А я, на самом деле, хочу это все дело объединить в одно большое поле. Судя по тому, что лаванда медленно перерабатывается, нет смысла заниматься ей. Именно поле выделять. Но все равно хочу большое поле под что-нибудь. Что-нибудь у нас здесь будет расти. Но надо будет еще спилить вот эти вот все деревья и объединить поля. Это мы сделаем в следующей серии уже. Или нет. Или мы сегодня это сделаем. А мы, знаете, мы сегодня это сделаем. Нет, мы сегодня этого делать не будем, друзья. Мы это сделаем в следующей серии. Сегодня у нас уборочная и продажная такая вот серия будет. Много слов лишних говорю. Да, тут брожу, ничего не делаю. Я на самом деле такой, да. Ничего с этим не поделать. На самом деле нам надо еще зарядить пацанов, которые будут продавать солому. Ну солому ладно, солому потом. Сам лен, у нас его много. У нас его уже есть 215 кубов. Это тоже с одного поля, по-моему, урожай. Соответственно, сегодня будет еще столько же. Есть такое замечательное место у нас здесь, как пекарня. Где мы этот самый лен можем продать за 1783 еврика за куб. Соответственно, этих денег нам точно должно хватить на последнее поле. Для этого надо замутить курсплейчик. Давайте мы это и сделаем. На оранжевой скании почему бы и нет. У нас, кстати, вон водичка осталась лишняя, я не уследил. Ну и ладно. Соответственно, подъезжаем к зоне загрузки. Ставим ее вот так вот аккуратненько. Загружаем сюда лен. Нам же нужен лен, да. Лен нигде не используется на производствах вообще здесь на этой карте. Поэтому его можно смело продавать. Его вообще ни во что нельзя переделать. Соответственно, начинаем запись маршрута, который поедет у нас на пекарню. Сейчас он только загрузится. Надо полным ехать. Соответственно, мы его сейчас зарядим. Он будет работать. Он, скорее всего, опустошится быстрее, чем будет наполняться с поля. Ну там будет ждать, это тоже не проблема. Будет отвозить, когда будет наполняться. Соответственно, едем теперь на пекарню. Так, если мне не изменяет память, то пекарня у нас здесь. Да, здесь у нас пекарня. Я все правильно приехал. Соответственно, нужно проехать сейчас через триггер разгрузки. И он здесь, если мне память не изменяет, так себе. Можно и забуксовать случайно. Хотя не, более-менее норм. Во, разгружаем лен. Сейчас примерно 100 тысяч должно быть, как с куста. 105. Шикарно. Кстати, если лен сейчас продастся, который есть на базе, то у нас уже должно хватить денег на покупку поля. Но все равно, мы сегодня уперлись в продажу. Зарабатывание бабла, значит, будем зарабатывать бабло. Не так часто это происходит, чтобы мы что-то продавали. Обычно все копим. Едем, в общем-то, теперь обратно. Во, такой вот у нас маршрутик получился. Мы его, разумеется, сохраняем. Зерно пекарня, он будет называться. По-моему, логично, да? Соответственно, ставим сюда возить... Что мы... А, лен мы возим, да? Лен. Отлично. Ну, кстати, еще тюки проехали, продались. Отъезжаем чуточку назад. И давай со следующей ближайшей точки. Посмотрим, чтобы ты нормально загружался. Все загружается. Все шикарно. Все работает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А знаете, друзья, что я подумал? Все-таки сегодня мы объединим эти поля. И в следующий раз у нас будет много у какого-либо урожая. А то вроде действий много сегодня сделала. Серия какая-то коротенькая получается, да? Сейчас у нас там еще один прицеп льна продастся. Сейчас вот он выезжает с базы. Но прикол в том, что у нас вся техника занята. Поэтому нам нужно сейчас брать ее в аренду. И что же, друзья, нам нужно взять? В первую очередь нам нужен плуг для того, чтобы эти самые поля объединять. Плуг возьмем самый маленький на 4,2 метра. 240 лошадок. Всего лишь требует. Или взять вообще вот такой вот, который требует 85 лошадей. Слушайте. Не, ладно, возьмем джимпу. Я привык с ними работать. Он нам как плуг не нужен. Если у нас требуется паха, то у нас есть чизель-культиватор большой, 8-метровый. Поэтому мы его арендуем. 1020 стоит всего. Окей. Это и есть. Далее нам понадобится вот такая хреновина для того, чтобы спилить деревья. Эта хреновина сразу же перерабатывает это все дело. В щепу называется Брукс. Вот как написано Брукс, можете скачать это мод такой. Не спрашивали где взять, а то посыпятся вопросы опять. Вот в поиске пишите Брукс. И вот эту вот хреновину находите. Соответственно мы ее тоже арендуем. Ну и конечно же нам нужен какой-нибудь трактор мощностью 240 лошадок. И можно взять в принципе вот самый простой вот кейс например. 12 тысяч аренда будет стоить. Он вполне должен тягать этот плуг. И Брукс должен тягать. И все должно быть у него хорошо. Соответственно его мы тоже берем в аренду. И нам привалило бабло за лен. Соответственно можно сразу же брать и покупать последнее третье поле. Готово. Осталось 80 тысяч и это хорошо. Я вот начинаю думать, что нам будет уже мало техники. Надо будет технику обновлять со временем. Точнее не обновлять, а докупать. У нас так-то она справляется со своей работой. Но единиц мало. Соответственно цепляем все вот это вот свежеприобретенное дерьмо. И тащим на наше поле, где мы будем работать. Соответственно друзья. Лук мы бросаем здесь. Я еще съездил, притарабанил прицеп. Прицеп у нас это мой прицеп. Он у нас есть. Нам соответственно нужно сейчас спилить деревья, которые будут мешать объединению. Вот эти вот две березки на самом деле мне кажется тоже будут мешать. Мы еще должны вот это вот все дело развернуть. Вот так вот опускаем. Да, это читерская хреновина, но без нее увы никак. Она очень нужна и спасает. Потому что вспоминая в 17 ферме мы вот эти деревья втроем отсюда ввалили. Это заняло часа три. Правда это ржачно конечно было. Но сейчас я один и я не хочу столько мучиться. Поэтому мы вот таким вот простым способом. Вот так вот прям совсем просто. Сразу же и пеньки корчуются. Переделываем это все дело в щепу. И эта щепа потом пойдет еще у нас на картон. В общем-то надо по-быстрому все это забубенить. Ну вот и все. Да, тут в прицепе сейчас якобы 97 кубов. Хотя прицеп у нас на 45. Но фишка в том, что просто сама труба вот этого Брукса, она типа гигантская. Ну я уже говорил, что это читерский прицеп и никуда от этого не денешься. Погнали в общем-то выгрузим вот это вот все дело то, что мы насобирали. Возможно там еще кстати между 31 и 32 полем есть какие-то деревья. Если что мы их сейчас тоже по-быстрому это почикаем нахрен. Да, вот эти две березки здесь явно мешают, поэтому мы их сейчас тоже по-быстрому избавимся от них в общем-то. Да, вырубка деревьев это плохо, я знаю. Ничего с этим не поделать, они мешают. Мы собираемся здесь выращивать всякие культуры и потом давать людям хлеб. Возможно здесь будет расти когда-нибудь пшениц, которую мы будем переделывать в муку и пустим потом на хлебзавод. Или пирожки будем делать, короче не важно. Важно то, что нам мешают эти деревья. И да, разработчики их садили здесь или садили и сажали, да? На самом деле они их просто расставляли наверное. Я не знаю как происходит модостроение карты. Да и не суть важно, а я тут их пилю вовсю. Такой вот нехороший я человек, что поделать. Так, разгружаемся. Сейчас это конечно долго будет происходить, все. Сюда же щипа выгружается. Сюда, все правильно. Естественно выгружается с прицепа и одновременно в прицеп получается пересыпается из трубы. Короче это хитрый процесс. Да, так это работает. Хотя вообще довольно быстро это дело выгружается. Я думал намного медленнее будет. Да, в прицепе якобы осталось там под 40 кубов, а анимация в выгрузке уже прошла. Но да, мы все любим эту игру. Ничего не поделаешь. В общем-то теперь мы можем все вот это барахло отцепить. Брукса можно кинуть прямо здесь. Прицеп здесь кидать не стоит, потому что это наш прицеп. Его потом надо будет на базу отвезти или что-нибудь с ним короче делать. Наше дело сейчас объединить эти поля. Так, прицепчик мы, я не знаю зачем я заглушил двигатель, но ладно. Прицеп соответственно мы кидаем здесь. Он нам пока что здесь мешать не будет. Хотя вообще на самом деле он будет здесь мешать. И что-то я смотрю, расстояние между полями такое большое, что я наверное очень маленький плуг взял. Может быть стоило отжалить немного денег, да взять нормальный. Но уже поздно метаться, уже ладно, будем работать таким. Соответственно прицеп бросаем здесь, как я уже говорил, 500 раз. И цепляем плуг. Наша задача сейчас объединить эти два поля. Ровненько как-то проехать. Самое главное вот эту одну полоску ровно проехать. Дальше попроще будет. Соответственно опускаем вот это вот дело. Так, стой. Я работника случайно включил. Опускаем эту всю штуку. Как-то вот так вот. Нет. Вот я сейчас криво пошел. Могло бы вообще некрасиво получиться. Выравниваем. Наверное примерно так, если верить компасу. И погнали. Аккуратненько. И я забыл включить. Ёшкин кот. Какой же я лошара. Я думал я включил. А я не включил. Типа пахать везде. Но это все из-за работника. Работник поставился, он это выключил. Это все дело. И поля как мы видим не самые ровные. Точнее не прям друг напротив друга находят. Хотя вообще на самом деле пойдет. Меня вполне устраивает эта полоса. Соответственно сейчас нужно пару полосочек. Так вот пройтись вручную. А потом то же самое надо будет сделать с обратной стороны. Так. Ну вроде 5 полосочек мы прошли. Я думаю здесь вполне нормально ему для разворота будет место. Поехали на другую сторону. Проделаем там абсолютно ту же самую операцию. А вот здесь как мы видим поля не совсем ровные. Поэтому надо будет их выравнивать. Мы поедем от этой стороны. От большей скажем так. И потом аккуратненько просто въедем. Ну в общем то будет аккуратно нормально. Пойдет. Давайте-ка тоже отпускаем плуг. Начинаем вот здесь вот. И сейчас аккуратненько на пару градусов смещаемся в левую сторону. И вот в это поле аккуратненько приходим. Во. Нормально. Меня устраивает. Да. Объединение полей это такая тема. Знаете ли. Они здесь не очень ровно расположены друг напротив друга. Вроде все прямоугольные. Вот с 31 и 32 вообще беда будет. С я вижу там деревья еще мешают. Беда. Не все деревья спилили. Хорошо что брукс не сдали. Наверное поедем за бруксом потом. В общем то очередные давайте 5 полосочек. Сейчас жахнем здесь и. И готово. Сейчас наша задача перепахать вот это все дело. Но это я уже буду делать с помощью курсплея. Ручками я это делать сами понимаете не буду. Я конечно псих но не настолько. Для этого надо сгенерировать новое поле. Ну точнее как сгенерировать поле. Нам надо будет сгенерировать маршрут на другом маршруте. Объезжаем вокруг поля в общем то. Во. Объехали поле. Теперь ставим разные полевые работы и генерируем маршрут. Соответственно в графе выбрать поле у нас загруженный маршрут. То есть то что мы проехали сейчас у нас и есть поле. Точнее его границы по сути дела. Направление я здесь обычно ставлю вручную. 270 градусов. Ну соответственно с запада на восток или наоборот. И ставим рабочую ширину поменьше. То есть чтобы с запасом все это делало. Мы по сути дела не торопимся. Нам важно чтобы качественная работа была произведена. Соответственно генерируем маршрут. И если мы приблизим то вот он ровно по этим вот полоскам и идет. Будет нам объединять поле. Соответственно сейчас запускаем со стартовой точки этого пацана работать. И он нам объединит поле. Правда что-то мне подсказывает что работать он будет прям крайне долго. Таким маленьким плугом. Что я не взял побольше. Я хрен его знает. Ну ладно я это я. Все уже давно привыкли что я такой. Запускаем по маршруту. И да. Я с запасом все это делал. Да он здесь перепашет где не надо пахать. А в общем то все он сделает. Но ничего кстати 32 минуты. Не так уж и много. Я думал часов 10 будет он это делать. Ладно это я утрирую. Не придирайтесь к словам. Чего вы начинаете то. Короче пацанчик работает. Пацанчик нам все объединит. Это здорово. И на этой кстати оптимистической ноте. У меня забагался курс плей. Иногда такое бывает. Все таки я послушаюсь Харриса и его обновлю. Не знаю. С большой долей вероятности. У меня сейчас даже не будет возможности сохранить игру. Она сейчас вряд ли будет сохраняться. То есть она сохраняется. Но она вряд ли сохранится. Здесь кстати номера полей пропали с карты какого-то хрена. Все сломалось. Метка игрока. Он где-то находится хрен пойми где. Вероятно это из-за того что я слишком много техники запустил. А он кстати пахать перестал видите. Просто так ездит. Короче друзья. Все сломалось. Все забагалось. С чем я вас и поздравляю. А ведь именно так все и произошло. Сука курс плей. Как же я тебя ненавижу. Ладно друзья. На этом тогда я эту серию закончу. Потому что сейчас тратить еще 2 часа на переделывание того что я уже сделал я не буду. Будет свободное время. Я разумеется все это сделаю. Карьера продолжится. Я обновлю этот сраный курс плей. Ибо сил уже нет терпеть. Такое говно у меня не первый раз происходит. И бывало такое что я и серии переписываю. Так что блин давайте это самое. В поддержку меня страдальцы такого. Жирный лайк. И можете оставлять комментарии с тегом сраный курс плей. А вот разрабы это увидят. Хотя я очень сильно в этом сомневаюсь. Ладно друзья. В общем то сильно разглагольствовать я не буду. В следующей серии мы я так понимаю уже будем собирать большой большой урожай. С нашего нового большого большого поля. Я его полностью обработаю. Оно там у нас кстати да известь требует. Спашка на нем не требуется. Так что засеем короче чем-нибудь. И будет у нас много много чего-то. Я еще даже не знаю чем я это все дело засею. Ну чем-то да засею вы же знаете. Ну и разумеется прикупим какой-нибудь заводик. И технику наверное нам потребуется. Я в общем то все это еще сильно обмозгую. Будет время. На этом друзья у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока.